Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков компании Zikmeo. Сами я, Артур Идиатулин. Фондовые ингредиенты США выросли в прошлую пятницу на более чем 3%. Естественно, такая амплитуда контрнаступления не позволяет с легкой душой списать все на коррекцию в рамках медвежьего рынка. По крайней мере, выгодное развитие сейчас спекуляции о развороте в отношении к риску весь четвертый квартал. Падение с 500 от него почти 20% капитализации. При наличии сильных фундаментальных предпосылок идея подобрать падающий фондовый индекс США сулит неплохие перспективы доходности. В пятницу произошло три события, которые могли благотворно влиять на стремление к риску. Это трудовая статистика США, выступление Пауэлла и откат Национального банка Китая в пользу смягчения политики. Как я предполагал в предыдущем обзоре, количество новых вакансий действительно выросло и выросло на значительную цифру 312 тысяч рабочих мест, потому что некоторые работники предпочли переждать зиму, прежде чем устраиваться на работу, что, собственно, оставило вакансии незаполненными. Дефицит работников привел к усилению их переговорной силы, что было выражено в отличном росте. Зарплата 0,4%, что 0,1 выше прогноза. Рассматривая эти данные при неизменной переменной политике ФРС, отчет по безработице мог даже негативно отразиться на оценке активов на фонном рынке, однако позже, в пятницу, Паулу преподнес сюрприз – долгожданную готовность ФРС вести с рынком диалог, а не оторвану от реалий политику ужесточения. Паулу намекнул, что ФРС может замедлить темпы ужесточения, сказав, что ФРС проявит терпеливость в повышении ставок в ответ на усиление медвежьих настроений на рынке, хотя еще в декабре позиция была кардинально противоположная. После декабрьского свидания фондовые рынки окончательно убедились, что ФРС затягивает гайки слишком туго, что отразилось в различных индикаторах инфляционных ожиданий, например, в облигациях, индексируемых на инфляцию или инфляционных сапах. Если смотреть данные по будущей инфляции, по инфляционным ожиданиям, то видно, что примерно с начала ноября они перешли резко в снижении. И инфляционные свопы – это, по сути, риск обесценивания будущих платежей из-за инфляции. Он как раз-таки начал снижаться после двух предыдущих заседаний ФРС. На этих заседаниях политика регулятора явно игнорировала замедление потребительской инфляции в США с 2,7% в августе, 2,2% в ноябре, снижение различных индексов, которые дают оценку предпринимательскому, корпоративному климату в США, а также проигнорировал шок внешнего спроса, это преимущественно китайского. До сих пор неясно, были ли у ФРС надежные основания полагать, что полная занятость и оплата труда достаточно компенсируют ухудшение остальных характеристик, которые я сейчас упомянул, или это действительно была ошибка в политике. Но, как показала практика, дефицит доверия, который возник на рынке по отношению к ФРС, для регулятора стал более важной проблемой. Пусть даже рынок, вот можно представить, что он склонял ФРС к своему мнению, руководствуясь иррациональной реакцией на события в экономике. Это могло даже стать просто следствием этой положительной обратной связи, то есть ухудшение настроения происходит каскадом, и в конечном итоге, что в конечном итоге смогло переубедить ФРС, хотя как бы фундаментального повода для этого не было. Позиция Паула в пятницу эффективно означает, что ФРС уже сейчас находится в зоне нейтральной ставки, то есть точка в ужесточении политики может быть поставлена в любой момент, и в формулировке ФРС проявит терпеливость в вопросе повышения ставки такое умозаключение выглядит весьма правдоподобно. Что удивительно, еще в декабре убежденность рынка в том, что повышению ставок положен конец, это вот видно из этого графика, после того, как ФРС сигнализирует два повышения в 2019 году, то есть это произошло после заседания ФРС, примерно в середине декабря, шансы на то, что ФРС прекратит повышение в 2019, они резко возросли, и тогда, в декабре, до выступления Паула, вот сейчас в январе, это выглядело, естественно, крайне противоречиво. Сейчас же, как вы понимаете, она полностью оправдана, то есть ситуация сейчас такая, что рыночный консенсус, вероятность того, что ФРС не произойдет ни одного повышения в 2019 году, составляет более чем 50%. Итак, суммируя сильный отчет о безработице, откат ФРС и откат Национального банка Китая в пользу смягчения, и, конечно же, начало нового года, восстановление аппетита к риску сейчас выглядит вполне оправданным. Индекс волатильности ВИКС, если посмотреть на него, то он снизился с пиков 35 пунктов до 22, причем снижение было достаточно стремительно, и это говорит о том, что волатильность спадает, индекс волатильности сейчас возвращается, стремится возвратиться к своему среднему, и это позволяет рассчитывать на эту глобальную смену настроения на фондовом рынке. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.